Воздушная гавань Самарканда одна из самых крупнейших в регионе и возводилась она с расчетом на увеличивающийся поток туристов. География полетов расширяется постоянно. Вот и китайский авиаперевозчик связал прямым сообщением жемчужину Востока с Сианем. Гостей приземлившегося воздушного судна в международном аэропорту Самарканда встретили со всеми почестями. Водная арка узбекские мотивы гостинцы. Все по традиции. Авиакомпания уже достаточно давно выполняет рейсы в Узбекистан. Она хорошо себя зарекомендовала. Это уже второй китайский перевозчик в аэропорту Самарканд. И потенциал есть совершенно точно для еще большего количества рейсов. И мы работаем сейчас над тем, чтобы увеличивать поток китайских туристов. Конечно, я очень рада приехать в Самарканд. Это древний и исторический город. Наш первый рейс прошел очень успешно. Мы прилетели с более чем со 140 пассажирами. Все очень довольны. В будущем они еще хотят приехать сюда. Веря, что подобные инициативы принесут свои плоды и будут способствовать развитию двух государств. Запущенный авиарейс соединит две культурные столицы Сиани и Самарканд. Города с многовековой историей вошли как древнее наследие в список объектов ЮНЕСКО. С китайской провинции начинался Великий Шелковый путь. С центром и главным перекрестком, точнее, его сердцем, был Самарканд. Авиамаршрут послужит как культурно-историческому обмену, так и развитию туристического потенциала обеих локаций. Идея с запуском рейса из Сианя в Самарканд зародилась в 2019 году, во время саммита в Китае. Переговоры шли долго. С комитетом по туризму, самаркандским аэропортом, местной администрацией. В итоге нам удалось начать полеты. Самарканд нам интересен своей историей, культурой. Поэтому за счет увеличения потока туристов из Китая намерены популяризовать это место. В наших планах расширить частоту авиарейсов. Первым рейсом прилетели около 150 человек. Делегация авиакомпаний с туроператорами и представителями китайских СМИ. В терминале аэропорта для гостей была установлена тематическая фотозона. Символичной была и организация чайной церемонии в узбекском стиле. Авиарейс «Сиань-Самарканд» — 19-е по счету направление за этот год. Всего из аэропорта осуществляется около 100 международных рейсов в неделю. Лететь можно в Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, Казахстан и другие государства. Пассажиропоток за первые полугодия превысил 600 тысяч человек. Продолжение следует...